Всем привет, с вами Миша Дарко и это обзор на сирену. Нет, так не пойдет. Всем привет, с вами Миша Дарко и это обзор на сирену. Вот так-то лучше. Со дня выхода моего видео на зло, самым популярным вопросом в комментариях был А когда сирена? Что ж, вот мои руки добрались и до этой демонической сучки. Для тех, кто в танке, сирена это полнометражный спин-офф одной из новелл фильма «Зло», повествующий нам о компании молодых людей, встретивших злую крылатую тёлку. И эта новелла, пожалуй, была самой удачной. А вот каким окажется полный метр? Без лишних слов, давайте начнем обзор. Итак, фильм начинается с того, что шериф и таинственный человек в шляпе осматривают место преступления. Кто они? Культисты? Сатанисты? Любители? Любители расчлений от козлов, по всей видимости. Короче говоря, грёбаные оккультисты-любители проводили ритуал, с помощью которого призвали в наш мир то, что и всех умертвило. Свет, шериф. Свет! Причиной всех бед оказывается маленькая демоническая девочка. Ну так, которая в дальнейшем начнёт шляться по барам и нюхать белый. Ты идеальна. Сирена. Не пугайте меня, а то я обосрусь от страха. Таким образом, собственно, суку появился в наш мир. Вообще, всё это вступление выглядит так, будто Алистер Кроули с друзьями отмечал день рождения. Но денег на шлюху не хватило. А хрену в шляпе теперь разгребать это дерьмо. Далее, события переносятся на неопределённое время вперёд. Нас знакомят с влюблённой парочкой, Евой и Джоной. Они скоро соединятся узами брака. А это значит, что пришло самое время для мальчишника. Знаешь, я хочу, чтобы ты повеселился и стриптизёрши, это одно. Только ничего такого, а? Такого. Ответ на этот вопрос нам любезно даст Дуэйн Джонсон с помощью пантомимы. Итак, вся наша банда в сборе. Жених, его брат и два друга. Но я по традиции буду называть их, руководствуясь внешними особенностями. Очкарик, задрот и... Маг? Не, ну правда, его главная отличительная черта в том, что он знатный грибоед. Ребята добираются до какого-то провинциального стрип-бара, в котором девчонки выглядят примерно так же, как клуб уродов из «Существа в корзине 2». У меня для вас сувениры. Что? Спасибо, что пришли. А вдруг придётся открывать мини-бил? Весьма предусмотрительно. Конечно, эти мини-ножечки найдут своё применение в дальнейших событиях. Как уже было сказано выше, бар — полный отстой. Но слава Бафомету, Мак встречает усатого чувака с интересным предложением. Есть одно место. Оно то, что надо. Много тёлочек. Классная музыка. Ничего не напоминает, а? Отправитесь в хостел, любая девочка ваша. И действительно, аналогия с хостелом напрашивается сама собой. Особенно с третьей частью, где речь также идёт о мальчишнике. Перед отъездом в загадочное заведение, ребята как следует прибухивают, и не только. Официально. Часть закончена. Что? Нет, нет, нет. Ты не ешь грибы, блядь! Объевшись псилоцибинов, мужики отправляются в путь. Мне одному кажется, что в данном случае лучше было не злоупотреблять галлюциногенами, а то, не дай бог, привидятся злые ящерицы с планеты Анус. К всеобщему удивлению, ребята без проблем добираются до клуба. Приветствую, в Север 5040 Запад. Меня одного смущает, что он держит в руках погребальную урну. Ну, хоть не банку из-под кофе. Что ты имеешь против кофе? Клубешник в самом деле выглядит весьма странно. Странные стриптизерши, странные посетители. Некоторые будто телепортировались сюда из фильма «Дорожное чудовище». Но самый странный здесь – хозяин заведения. Я владелец этого заведения. Зовите меня Никс. Я буду звать тебя Пол Джамати для бедных. Кстати, этот актер снимался в третьей части «Зло» в роли безумного иллюзиониста и смотрелся в образе злодея весьма круто. Хер в шляпе здесь – весьма загадочная фигура. Он предлагает Джоне невероятный опыт и новые ощущения. А тот, смекнув, что друзья забашляют, соглашается. Теперь об оплате. Я хочу воспоминания о вашей мамочке. Что ты сказал про мою маму? А неплохая валюта. Вот бы каждый раз в магазине расплачиваться воспоминаниями о том, как я лажал. Миша, ты опять обоссал стульчак! Нет. Я стал чуточку богаче. Ну да ладно. Оплата прошла, и Джону ожидают невероятные впечатления. Черт! О, привет. А мы тут как раз из-за тебя собрались. Чем порадуешь? Джонни очень нравится. Его ощущения визуализируются нам в качестве весьма возбуждающей эротической нарезки. Наверное, это так же клево, как 30 оргазмов и массаж простаты одновременно. Друзья Джоны тоже весело проводят время. Задрот пьет коктейль с пиявкой, и это вовсе не самое безумное из того, что здесь есть. Чувак, какая у меня татуировка? Улёт. А у меня? Чувак. На самом деле, тату весьма спорная вещь в этом фильме. Так до конца и не ясно, зачем оно нужно. Параллельно с этими событиями, Джона осознаёт, что девушку, возможно, удерживают против её воли и норовит её спасти. Что происходит? Я отворю глупости. Ха, классика. Впрочем, ничего нового. Косячит один, а умирают все. Итак, наши Чип и Дейл отправляются спасать красотку, а мы становимся свидетелями интересного монолога. Я наткнулся на них и подумал, что это судьба. Сразу четыре. Поблагодарите его за меня, что позволил увидеть мою малышку. Надеюсь, теперь всем понятна мотивация этого персонажа и то, почему он ходил с урной для праха. Кстати, в фильме мы его больше не увидим. Взломав замок с помощью, как предсказуемо, мини-ножечка, парни освобождают зло наружу. Мы вытащим тебя отсюда, если хочешь. Хочешь? От местного слоумо Зак Снайдер хихикает в кулачок. Освободить суккуба проблем не составило. Но чтобы вывести ее из здания, нужны яйца покрупнее и поволосатее. Да ему твоя зубочистка, что баньяну пульки. Плохой пример. Сирена вырывает у охранника ключи атаков, а потом кое-что другое. Все мужчины вжались в кресло. Джона, насмотревшись на эту жуть, убегает к машине, кинув не только сирену, но и своего кореша. А значит, все эти слова... Ты мой лучший друг, это так. ...просто пыль в глаза. Дальше за короткое время происходит множество событий, описывать в красках которые я не вижу смысла. Так что коротенько. Ребята подбирают очкарика. Задрота съедает сирена. Парни попадают в аварию. Очкарика берет в плен хрен в шляпе. С этого момента поподробнее. Кто ты? Что тебе нужно? От Лилит. Правда тебе не по зубам, сынок. И кто вообще называет Сукуба Лилит? Ей больше подошло бы зубастая вагина из ада. Ответ очкарика, по всей видимости, не устроил шляпу. И он решил, что у парня в организме недостаток железа. Боже, прошу! Нет! Джона с Маком, в свою очередь, добираются до закусочной, в которой их уже ждут оборотни в погонах. Это холодная шляпка. Они устроены. Крайне нелогично делать тату о принадлежности к сатанинскому культу на таком видном месте. Есть же куча других. Создатели объясняют это тем, что через татуировки забирается память, процесс чего мы вскоре и увидим. Полицейский беспредел прерывает сирена своим пением. Но Джона, Аки Одиссей, залепивший уши воском, применяет одну хитрость. Хай-тек! Хули! Чудище начинает граммить за бегаловку. И наконец-то, аж на 53-й минуте фильма, она произносит свою коронную фразу. Только вот смыться не получается, и крылатая хуйта забирает Джону в лес, чтобы слиться с ним в омерзительном танце любви. Если вы смотрели фильм Химера, то понимаете, о чем идет речь. Тем временем, выясняется, что черная мамба вовсе не мамба, а ебаная медуза Гаргона. Ну или более толерантная версия. Только вот в башке у нее не змеи, а пиявки, с помощью которых она высасывает воспоминания. А потом они продают пиявок китайцам для их гастрономических извращений. Вы думаете, на кой оно надо? А все для того, чтобы передать послание Джоне, который сумел улизнуть от мерзкой насильницы и добраться до какого-то мотеля. Тяжелая ночь? Убирайся отсюда! Я даже не буду интересоваться, откуда она узнала, что он придет именно сюда. У нее пиявки из головы растут! Кстати, о пиявках. Съев одну, Джона получает воспоминания очкарика. У тебя моя девушка, а у меня твой друг. Так что, на обмен? Просто заебись. А почему бы не послать смс или не передать послание через негритянку? Ах да, мы же в мире колдовства и пафоса. Короче говоря, Джона приезжает для обмена в церковь из начала фильма. Как же удобно, что все значимые локации здесь находятся в шаговой доступности. Вскоре прилетает Лилит. Лилит, вашу мать! Джонни предстоит исполнить свою часть договора, одев на ее ногу оковы. Еще бы, с настолько-то развитыми навыками красноречия. Начинается потасовка, в которой погибают сектанты, пришедшие на помощь ребятам маг, а также мистер злодей. Хорошо. До встречи в одну хер в шляпе! Джона и Очкарик же просто сваливают. Проходит около года. Джона уже женатый мужчина, что мы можем наблюдать по весьма печальной фотографии. Как он объяснил копам насильственную смерть своих друзей, еще около десятка человек в той же местности останется для нас загадкой. После страстного шпиля Вилли с женой, он спускается на кухню, чтобы попить водички. Но там! Ну и заканчивается все очень плохо. Сирена включает Крипера и забирает Джону для знакомства с родителями. Или что-то типа того. Сирена, несомненно, фильм категории B. Но, несмотря на это, он снят с любовью и трепетом. Лично у меня к нему сложилось двоякое отношение. С одной стороны, у нас здесь банальная завязка, посредственный графоний и серьезное провисание сюжета в середине фильма. С другой, отличный саундтрек, харизматичный злодей и это не сирена. По сути, она здесь и не выставляется таким уж ужасным созданием. Может быть, основной посыл фильма был в том, что настоящие монстры это люди? На выходе мы имеем весьма средний фильм, пересматривать который желание у вас, скорее всего, не возникнет. Извините, что так коротенько. Я побежал отмечать успешную защиту диссертаций. Но вы подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Пишите в комментариях фильмы, которые хотите увидеть в следующих обзорах. Всех люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok